В швейцарской лазанне решают судьбу Ирины Винер. Главного тренера сборной России по художественной гимнастике могут дисквалифицировать. А если так, то в Пекин за медалями в августе наши спортсменки полетят без наставницы. Международная федерация гимнастики на нее обижена за грубость. Подробностей, о чем конкретно идет речь, пока нет. В нюансах этого спортивного скандала разбирался Алексей Лазуренко. Олимпийский комитет России уже несколько дней отражает совсем не спортивные атаки. На многочисленные просьбы журналистов прокомментировать дело Ирины Винер здесь пока отвечают отказом. Спортивные чиновники внимательно прислушиваются к происходящему в Тихой Лазанне. Совсем недавно туда переехала Международная федерация гимнастики. И именно там разгорелся новый спортивный скандал. В дорогом швейцарском отеле главному тренеру российской сборной предъявили обвинения, несовместимые с участием в этом престижном международном клубе. Нарушение устава, ничем не подтвержденное обвинение руководства, а главное дискредитация художественной гимнастики. Кроме того, особым пунктом в этом списке значится агрессивное обращение тренера со своими подопечными. Это обвинение вызвало в кругах российских спортсменок особое возмущение. Профессионалы заговорили о том, что обвинение Винер это не просто борьба федерации за чистоту своей репутации. Скандал разгорелся меньше, чем за два месяца до Олимпиады в Китае. Российская сборная значится в числе главных претендентов на пекинское золото, и это многих не устраивает. Главным обвинителем по делу Винер считается ее итальянский коллега Андреа Гюйсбюллер, малоизвестный даже в профессиональных кругах. Спортсмены считают, что на российского тренера он точит зуб с тех пор, как наша сборная безоговорочно выиграла чемпионат Европы на его родине, в Турине. Итальянки тогда стали вторыми. Дисквалификация Винер, конечно, может подорвать боевой дух сборной, но тренер собирается бороться до конца. А у профессионалов всего мира дело Винер определенно вызвало дежавю. В апреле из-за подобных обвинений Международная федерация гимнастики дисквалифицировала главного тренера украинской сборной. Ирина Дерюгина не сможет разделить радость от победы своих подопечных еще ближайшие 8 лет. Но в федерации дело двух тренеров между собой не связывают, и дело Ирины Винер может ждать совсем другой финал. По крайней мере, в России надеются на то, что ее, если уж и не оправдают, то хотя бы отсрочат вынесение приговора до будущей осени. Алексей Лузеренко, Антон Шербаков и Александр Кожанов. Пятый канал. Москва. И незадолго до эфира мы связались с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике депутатом Госдумы Алиной Кабаевой. Утверждается, что якобы Ирина Винер жестоко обращается с воспитанницами. Это так? Знаете, это полная чушь, и вообще о таких обвинениях я слышу в первый раз. Может ли дисквалификация Ирины Винер оставить наших спортсменок, наших гимнасток без золота или вообще без наград на Китайской Олимпиаде? Я вообще не представляю, что можно предъявить в качестве обвинения Ирины Александровне. Но в любом случае любая мера принятия Международной федерации гимнастики в отношении Винер может негативным образом, конечно, сказаться на результатах Олимпийских игр. И если Ирина Александровна как старшего тренера не будет на Олимпиаде, то будет сложно гимнасткам. Вот, например, мне было бы очень сложно без нее, потому что она сердце сборной, и она всегда может сказать такие слова, которые не могут повторить все другие тренеры, или в нужный момент так сказать, как это делает Ирина Александровна Винер. Если дисквалификация все-таки состоится, то каковы шансы ее оспорить, и много ли времени на это уйдет? Вы знаете, я, честно говоря, не знаю таких подробностей, но я думаю, что ничего серьезного в ее адресе и в ее обвинении не может быть просто. Благодарю вас. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Алина Кабаева была на связи по телефону. Продолжение следует. Продолжение следует...